Внешнеэкономбанк участвует в наиболее важных для государства инфраструктурных проектов, проектов в области промышленности, свыше финансирования идет 2 миллиардов рублей, срок окупаемости не менее 5 лет. И за эти годы Внешнеэкономбанк внес огромный вклад в экономику страны, но сегодня у нас идет процесс трансформации. Действительно, в прошлом году принята новая стратегия развития до 2021 года, которая позволит нам сфокусироваться на новых проектах. Прежде всего, мы не пытаемся, как универсальный банк, заниматься везде, сразу и всем. Мы говорим о том, что сегодня для нас важно заниматься продуктами национальной технологической инициативы. Мы говорим о том, что для нас наиболее важные теперь проекты – это проекты по конверсии, про переход оборонных предприятий на гражданскую продукцию. Внешнеэкономбанк будет максимально помогать данному переходу. Мы концентрируемся сегодня на экспорте, на поставку наших отечественных товаров за рубеж. Мы создаем новые формы финансирования, гарантийной поддержки. Сегодня наш председатель наблюдательного совета Дмитрий Анатольевич говорил о них – это синдицированное кредитование. Крайне важный для нас сегодня будет закон о синдицированном кредитовании, который правовые основы заложат работы банков в России. И будут даны ответы на вопросы, как работать в рамках вот этого синдиката между профессиональными участниками. Что касается нового закона о банке развития, то мы сегодня с Министерством экономического развития и профильными министерствами закончили разработку текста и внесли этот законопроект в правительство Российской Федерации. Мы ожидаем, что он в весеннюю сессию попадет уже в Государственную Думу, где будет рассмотрен и принят. Та законотворческая инициатива и те изменения к законодательству, которые предлагает внешнеэкономбанк, как банк развития, нам кажется, создадут очень хорошие механизмы и новые инструменты, возможности для развития бизнеса. Продолжение следует...